В ютубе сейчас очень модная тема, психологический разбор всяких больших интервью. Я подумала, зачем отдавать другим людям то, что мы можем сделать сами. Нет, боюсь, сами вы так сделать не сможете. Поэтому я начинаю. От светской львицы и ведущей Дома-2 до кандидатов в президенты. От исполнителей роли проституток и блондинки в шоколаде до смелого интерьера и журналиста-правдоруба. Карьера Ксении Собчак развивалась бурно и непредсказуемо. Она в корне меняла виды своей деятельности. Но вот одно оставалось неизменным. Ее любовь к конфликтам и скандалам. Не менялись ее методы привлечения внимания к себе и тому, чем она занимается. Ксения Собчак. Черная грязь. Не только скандалила на борту. Но не оскорбляйте женщину. Еще раз, я комментирую не вам. Ксения Собчак решил участвовать в президентских выборах. Ксения Собчак против всех. Сегодня мы разберемся, кто такая Ксения Собчак. Узнаем, как работают ее провокации. Какие можно считать удачными, а какие нет. Попробуем понять, почему и зачем Собчак ведет себя таким образом. И ответим на вопрос. Можно ли построить карьеру на одних лишь провокациях? Для нее конфронтация – это оптимальная среда существования. Знали ли вы, что Тинькофф Банк выпустил новую лимитированную карту с тремя дизайнами на выбор? С ней вы сможете получить 1% с любых покупок по карте, до 5% годовых на свой счет, до 15% на выбранные категории трат и до 20% при покупке билетов в кино, театр и на концерты через приложение Тинькофф. Важной особенностью карты является то, что кэшбэк на нее приходит не очками, баллами или другими вымышленными монетами, а настоящими рублями, которые даже можно снять в банкомате. Более того, Тинькофф поддерживает бесплатные переводы с карту на карту или по номеру телефона в другой банк, а наличные можно снимать бесплатно в любых банкоматах мира. Если всего вышеперечисленного недостаточно, то эта карта даст вам 20% кэшбэк на игры, 15% кэшбэк на Яндекс.Еду и Деливери Клаб, и 10% кэшбэк на Апп Стор, Спотифай и Гугл Плей. Кстати, если вы оформите карту до 30 июня, вы получите бесплатное обслуживание карты навсегда. Поэтому, если вы задумались над оформлением, советую поспешить. Переходите по ссылке в описании и заказывайте банковскую карту с бонусом. Итак, подробно останавливаться на биографии Ксении мы не будем, а лишь выделим пару важных фактов, которые понадобятся нам в дальнейшем. Не секрет, что отцом Ксении был мэр Санкт-Петербурга, поэтому она жила в достатке. В школу она единственная приезжала на машине и ходила с охраной. При этом училась она не в элитной, а в обычной средней школе. Исходя из этого, можно предположить, что Ксюше было непросто выстраивать коммуникацию с обычными ребятами, которые видели ее положение и знали о том, чья она дочь. Ксения получила отличное разностороннее образование. Параллельно со школы она ходила в балетную, музыкальную, живописную школы. А затем, с отличием, закончила МГИМО по специальности международное отношение и политология, надав 6 лет высшему образованию. Я понимала важность образования с детства. Читать я очень люблю. Достоевский, братья Карамазовы. Камера, обскура. Мое любимое произведение «Зависть Олеша». Это потрясающая книга. Близкие девушки отмечали, что та была крайне непослушным и дерзким ребенком. Часто срывал уроки. К тому же Ксюша всегда была острана язык. Положение семьи и должность отца способствовали определенной атмосфере дома. Яркие споры и дебаты на острые темы, присутствие в доме высоких чинов, наложили отпечаток на характер, сформировали мышление. В нескольких интервью Ксения прямо признается, что была не удовлетворена и до сих пор не удовлетворена своей внешностью. Может, в школе, конечно, я переживала, там, Собчак, Стульчак. Я такой родилась? Я такой родилась? У меня большое лицо, массивная челюсть. Я не могу это изменить. Ей не только подшучивали в школе, но даже мама говорила прямо об этом. В том числе мама говорит, Ксюша, запомни, пожалуйста, ты такая девочка, которая должна очень быть умной, потому что когда ты страшненькая, нельзя быть глупой. Наложение множества факторов, такое как пребывание в окружении статусных персон, персонализированное отношение, возможно, недостаточное внимание и комплекс с внешностью могут являться причиной развитой провокационности и ярком поведении, которое, к слову, начинает развиваться уже в подростковом возрасте. Обратите внимание, как она себя ведет. Несмотря на то, что она находится в студии под прицелами камер, в окружении большинства людей, все внимание обращено на нее, но она чувствует себя вполне комфортно, речь структурирована, понятно. Она хорошо не только привлекает, но и удерживает внимание окружающих своим рассказом. Только этот артист, он встает и с сумочкой, и куда-то уходит. У собак, Сережа, если ты знаешь, ну, они когда вылезают из воды или из чего-нибудь еще, они так отряхиваются. Уже в это время мы можем в ней наблюдать признаки той модели поведения, которая будет встречаться в ближайшем будущем. Перейдем к провокациям Ксении. Для начала определим, что такое провокация. В общем смысле провокация – это некое развернутое во времени действие субъекта-провокатора, которое направлено на объект провокации с целью вызвать определенную реакцию. Говоря простым языком, это действие существа-провокатора, направленное на другое живое существо с целью вызвать определенную реакцию. В случае Собчак целью ее провокации зачастую можно считать привлечением внимания к собственной персоне и ее деятельности. Тем самым она пытается создавать и генерировать трафик вокруг себя, особенно в медиапространстве. В исследовании культуролога Татьяны Шаметовой присутствует еще и такое понятие, как идеальный провокатор. Давайте попробуем выяснить, подходит ли под описание этого термина Ксения Собчак. Итак, идеальный провокатор – это своеобразный катализатор для культуры и тех процессов, которые происходят в обществе. Поэтому смысл деятельности идеального провокатора – вырвать человека из его собственных рамок. Для идеального провокатора границы созданы для того, чтобы их переступать. Примером идеального провокатора из современной массовой культуры можно назвать Дэдпула. Его черный юмор, поступки и супергеройство, граничащие с антигеройством, как раз направлено на то, чтобы люди вокруг задумались о ценностях современного мира. А сам он постоянно переступает общепринятые границы и пересматривает свою картину мира. Не надо быть супергероем, чтобы заполучить девчонку. Правильная девчонка сама разбудит в тебе супергероя. Цель идеального провокатора – посеять сомнения в однозначном восприятии действительности, расшатать незыблемость, устойчивость его картины мира, сделать его такой же подвижной, как свою собственную. То есть провокатор должен и сам постоянно меняться, и пересматривать свои взгляды и ценности. Еще будучи журналистом на канале «Дождь» в интервью с Александром Гордоном, когда тот заявил, что люди не меняются, Ксения как раз и описала в себе то самое важнейшее качество идеального провокатора. Я, например. Я считаю, что я изменилась и собираюсь меняться всю свою жизнь. Почти год назад во всем мире бушевал скандал с движением Black Lives Matter. Думаю, подробнее напоминать нет необходимости. На фоне этого в юмористическо-провокационном шоу Comment Out было предложено выложить черный квадрат – символ солидарности с этим движением. Но при этом на фоне будет играть старая песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Зиверт отказалась. А вот Ксения, несмотря на то, что это задание было не для нее, решила выложить этот, безусловно, провокационный пост, себе посчитав его очень актуальным и смешным. Одну секундочку, Ксения. Ты считаешь это остроумно? Ну это же шутка. Она сама признает, что это в чистом виде провокация. Можно не понять там шутку про Тихановскую или про кого-то, про черный квадрат. Но это как бы провокация. Ребят, понимаете, не понимаете – это ваша проблема. И действительно, в ней есть все три стадии. Первая стадия – имитация. Провокатор копирует явление реальности для своей провокации, чтобы потом деконструировать копию. В данном случае Ксения берет символ движения BLM и подпись «Миннеаполис». «Мы с тобой». То есть все те же атрибуты множества постов с поддержкой движения. Вторая стадия – разрушение. Провокатор ставит под сомнение общепринятую картину и нормы, согласно Сократу. Провокатор на этой стадии выступает посредником, а не учителем и моралистом, ибо сам он ничего не знает. И как раз специфической формой такого разрушения может быть высмеивание всеобщего пафоса или морали. Так происходит и в этом случае. Шутливая песня на фоне общепринятых символов переворачивает ситуацию и разрушает скопированное явление реальности. Кажется остроумным на фоне того, когда все постят эти черные квадратики. Ну и третья стадия – утверждение. Здесь провокатор из деконструированной копии реальности создает реальность второго плана. Чтобы понять с такого уровня провокативный текст, требуется выход за рамки понимаемого всеми поверхностного, явно буквального смысла и значения. То есть это не шутка ради шутки и не провокация ради злости. Собчак ставит под сомнение всю ситуацию с движением БЛМ и обиду на какие-либо шутки через свою провокацию, и о чем она позже сказала в интервью редакции. Поэтому я осознанно взяла этот удар на себя, потому что я против того, чтобы кто-то нам запрещал шутить обо всем, о чем мы хотим. Обиженный человек стал центром мироздания. То есть через эту провокацию-шутку Ксения не просто привлекает к себе внимание, она ставит под сомнение сложившуюся в мире ситуацию. Поэтому такую провокацию действительно можно считать сильной, имеющей отражение в обществе, а не просто вызывающей эмоцию. Одним из важнейших фактов в биографии я выделил факт о мощном разностороннем образовании Ксении, которое заставило ее думать, мыслить и изучать мировую культуру, вырабатывая ко всему свой взгляд. Поэтому несправедливо считать Ксению провокатором только лишь ради хайпа, как, например, инстасамку. При этом, согласно тому же исследованию культуролога Шаметовой, цель провокатора – заменить картину мира объекта провокации своей. Первоочередная задача этого провокационного действия – раздуть общественный скандал. Энергия скандала провокатору жизненно необходима, чтобы наращивать и утверждать значимость собственного «я». Помните, я высказывал предположение, что в школе у Ксении были проблемы с коммуникацией? Вследствие чего ей могло не хватать внимания? Пазл начинает складываться. Как можно оценить появление Ксении в этом шоу? Несмотря на скандалы и неоднозначную реакцию на них, появление Ксении в этом шоу точно можно считать удачным. Об этом говорят и комментарии зрителей. И сам ведущий Владимир Марконин. В случае с Ксенией ее провокационность и отсутствие рамок и комплекса в этом формате было воспринято на ура. Ее поступки после шоу обсуждали, причем, как мы видим, в основном в положительном ключе. А значит, все это точно пошло на пользу ей, ее каналу и ее популярности. Это ее формат, и она об этом знала, соглашаясь на участие в этом популярном шоу. Кстати, в своем телеграм-канале я уже разбирал манипуляции и грязные приемы Ксении Собчак чуть подробнее. И если вы до сих пор по каким-то причинам не подписаны на него, то вы теряете добрую часть полезного и интересного контента, который я публикую там. Разбор речи Путина, Навального, карточного домика, во все тяжкие и не вошедшие фрагменты из недавнего ролика уже давно доступны всем подписавшимся. И искать долго не придется, все ссылки я уже оставил в описании. Неужели ради провокации Ксении готова пойти даже на прямое нарушение журналистской этики? Это интервью наделало действительно много шума в интернете и горячо обсуждалось о всех соцсетях и СМИ. Но вряд ли эффект получился бы таким мощным, если бы в этом видео не было бы таких сильных провокаций. Одна из самых ярких – это момент, когда маньяк просит прервать интервью, чтобы отойти в туалет. Ксении продолжает писать звук с его микрофона и вставляет это в интервью. Пока Мохов думает, что его никто не слышит, он рассказывает подробности своих преступлений. Ксения знала, что такой момент, хоть и очень спорный, и провокационный, но обязательно привлечет внимание. И не стала вырезать его. Однако дело не только в этом. Вторая жертва Мохова, которой нет в этом видео, не желает разговаривать и вспоминать это время. Лена Самохина принципиально не общается с журналистами. А Ксения в этом интервью показывает все подробности изнасилования этой девушки. Конечно, этого можно было бы не делать и оставить девушку в покое. Но это не в стилистике, Собчак. Здесь перед ней стоит выбор – либо соблюдать морально-этические нормы журналиста, либо привлекать внимание аудиторию любыми способами. И Ксения выбирает второе. Также явной провокацией является рекламная интеграция в этом видео. Там Ксения иронизирует над тем, как много справок нужно собрать для встречи с маньяком. А-а-а! Забыла! Тест на ковид-19! Кошмар! Очень нужное, очень полезное, существенное интервью. Проблема только в патологической уродливой подаче. Очевидно, что это интервью вновь перенесло Ксении огромное внимание. За месяц оно стало одним из самых просматриваемых на канале. Несмотря на дизлайки, оно добавило Ксении потенциальных зрителей и подписчиков. Чуть позже мы разберем еще один похожий ход Ксении. И Ксюша Собчак тут такая, жадная на заголовки и хайп. Это морозотные поступки. Не менее важно разобрать и то, какие приемы обычно использует Ксения, чтобы спровоцировать человека или поставить его в неудобную ситуацию. Начнем с самого основного. Провокационная риторика. Собчак использует ее как медиа-инструмент. Пример такого диалога, если его так можно назвать, вы наверняка видели недавно на премии МУСТ-ТВ 20-21. Вы, конечно, присела на колени к Моргенштерну, но нельзя трогать людей. Так сказать, с ограниченными возможностями надо все-таки жалеть. Она проявляет пассивную агрессию, язвит и нападает. Она использует положение ведущего и старается извлечь из него максимальную выгоду. Важно отметить и то, что этот прием очень давно является неотъемлемой частью медийного образа Собчак. Например, здесь, в самом первом выпуске «Дома-2», который датирован в 2004-м, она использует всю ту же провокационную риторику. А это столовая. Я, конечно же, считаю, что пока она вам не нужна, вы еще ничего не заработали. Сейчас кончится тем, что я поменяю участников проекта, и вы отправитесь домой. Так, ребят, это ваш сегодняшний паек, он первый и последний. То есть Ксения взяла свой старый медийный образ, построенный до провокационности, и сейчас успешно эксплуатирует его. Второй прием – разглашение неудобной для собеседника информации. Этот метод позволяет поставить человека в неловкое положение, снизить его авторитет и влияние в диалоге. Она также использовала его на премии, преподнося информацию в самом невыгодном для Алишера свете. Он назвал 5 миллионов рублей. Я его, конечно, послала нахрен. Теперь мы знаем, за сколько продается Моргенштерн. А вот другой пример. Здесь Ксения использует тот же прием в интервью с Натальей Поклонской. Потому что это было первое вообще с вами интервью. И посередине этого интервью пошли какие-то ФСБшного вида люди. И достаточно бесцеремонно стали с вами общаться. Надо заканчивать интервью, пойдемте с нами, пожалуйста. Они разговаривали с вами так, как будто они имеют над вами огромную власть. Или с Даней Милохиным. Переводы со Сбера 500 тысяч, 800 тысяч куда-то перевел. А мы готовимся к программе. Откуда, почему у тебя такие большие переводы? И с Никитой Кукушкиным. Никита, это правда, что ты своим друзьям рассылаешь фотографии своих голых ягодиц. Третий прием. Ксения любит загонять человека в четкие рамки. Не оставлять ему альтернативных выборов. Давай так, вот от кого-то из этих людей типа нужно избавиться. Да не от кого. Не, а надо. От одного сбрасывать. Я бы... Такой весьма нечестный метод иногда помогает ей получить ответ на весьма острый и нежелательный для человека вопрос. То есть нет никакой другой альтернативы, Наталья. Либо сейчас вас расстреляют, либо вот отдаете Крым или отрекаетесь от православия. И четвертый прием. Создание ложных аналогий и излишних обобщений. Своих интервью Ксения нередко приравнивает и обобщает то, что ей не нравится. Самым неприятным для обсуждения событием, действиями и вещами. Например, здесь она переносит позицию Никиты Кукушкина на чувства верующих, пытаясь убедить его в неправоте. Однако вопросы об обиде зрителя своим богатством и оскорблением веры никак не соотносятся. И в данном случае сравнивать их просто-напросто неуместно. То, что разговор о деньгах, мне кажется, если они провоцируют на негативные эмоции, то лучше это просто купировать и не задавать. Правильно ли я понимаю, что закон о чувствах верующих в этом контексте правильный? А вот другой фрагмент из этого интервью. В нем Никита выражает свою позицию. Им будет, это может быть неприятно и вызовет негативные эмоции. А теперь вслушайтесь слова Ксении. Какой-то процент людей, у которых вызовет негативные эмоции то, что ты одет в черный. Будут люди, у которых вызовет негативные эмоции то, что у тебя голубые глаза. И если ты будешь бесконечно думать о том, у каких людей ты с чем-то вызовешь негативные эмоции, зачем вообще жизнь? То есть на основе двух высказанных ей же сравнений она делает выводы и выставляет эти аналогии за его мысли. Или, например, здесь Ксения сравнивает безучастность Филиппа Киркорова в скандале с остановлением Гитлера. Говорят, что вначале все тоже промолчали. Это не лицемерие. Ну как, все промолчали. Гитлер тоже не в один день пришел. Тоже вначале евреям просто не разрешали по улицам ходить. Это не что иное, как манипуляция с целью показать Филиппу и зрителям его неправоту, потому что эти две вещи, опять же, никак нельзя сравнивать. Такой прием помогает ей получить нужную информацию от собеседника и влиять на мнение зрителя. Мы поговорили о том, какими приемами пользуется Ксения для достижения своих целей в диалоге. Однако не стоит считать их использование полностью сознательным, как это было после выпуска с Моргенштерном. Я сильно сомневаюсь, что она, ровно как и Моргенштерн, просчитывает свои действия на столько шагов вперед. Оно и понятно. Это слишком ресурсно затратное и непродуктивное вычисление. Скорее всего, такая риторика просто стала частью ее базового поведения, и теперь она использует это интуитивно. И в редких случаях полностью сознательно. То есть мы видим, как провокационной стала неотъемлемой частью ее медийного образа, который успешно используется, эксплуатируется ей, ее продюсерами и организаторами различных программ, на которых она выступает. На недавней премии Муз-ТВ, на которой она и несколько ее соведущих читали весь текст по бумажке, был также заранее срежиссирован. И все диалоги с ведущими тоже были построены на провокационном методе коммуникации. Ну вот, допустим, я не умею пить. Подожди, Настя, когда это кому мешало? Ну, давайте тогда... Нужна фишка. Ребят, ну вы вообще что ли? Ну какая фишка? Нагиев, Ивлеева и Собчак вместе поют. Какая тут еще может быть фишка? Нам нужен крутой продюсер. Впрочем, среди огромного множества скандалов и провокаций Ксении, которыми она умела орудует для своей выгоды, есть и откровенно неудачные примеры, некоторые из которых мы сейчас как раз и затронем. В 2012 году Ксения Собчак была ведущей на кинопремии НИКА и специальную награду за помощь больным детям получила актриса Чулпан Хаматова. Внезапно Ксения начала что-то говорить, и поначалу это были хвалебные слова в адрес Чулпан. Чулпан, ты знаешь, как я преклоняюсь перед твоим талантом и перед человеческой добротой и щедростью. Но потом Ксения вырулила совсем другую тему и задала неожиданный вопрос. Если бы ты не занималась благотворительной деятельностью, ты бы поддержала кандидата в президенты Владимира Путина. И на него следует абсолютно отрицательная реакция. Зал тут же освистывает Ксению. Актер Евгений Миронов возмущен, соведущий Юли Гусман требует продолжить церемонию, а сама Хаматова заслуживает аплодисмента одной лишь фразой. Ксюша, давайте не будем сегодня кинематографический праздник кино. Здесь Ксения, видимо, подалась искушению вбросить очередную провокацию и не учла несколько моментов, которые сделали ее провальной. Во-первых, было очевидно, что Ксению никто из присутствующих не поддержит, поэтому она одним вопросом поставила себя в положение «одна против всех». Ну а во-вторых, в данных обстоятельствах вопрос был абсолютно неуместен. Кинопремия, которая уже сама по себе предполагает отсутствие политической повестки, находилась еще и в моменте, когда вручалась премия за благотворительность. Это очень щепетильный момент, где нужно аккуратно подбирать слова. Этот случай больше похож на хулиганскую шалость, а не на качественную провокацию. Поэтому кроме сиюминутного негатива присутствующих, он не смог вызвать никакого резонанса в обществе. Соответственно, никакой выгоды для самой Ксении эта ситуация тоже не несла. Еще одна похожая ситуация с неуместным вопросом была на пресс-конференции мировой звезды Дженнифер Лопес. Лопес тут же говорит, что она не хочет лезть в политику, поэтому не знает, что ответить Ксении. Певица намекает о том, что у нее музыкальный тур, и она готова ответить на вопросы о нем. Но Ксения усугубляет свое же неловкое положение еще более провокационным вопросом, в котором скрыта претензия к певице. Но Дженнифер Лопес снова корректно и безапелляционно ставит Ксению в еще более глупое положение. Это еще один случай, когда Ксения, пытаясь сделать провокацию и привлечь внимание, терпит фиаско из-за того, что в конкретных обстоятельствах это очень неуместно. Поэтому схожая попытка провокации снова не вызывает никакого резонанса в обществе и никакой реакции. Дженнифер Лопес уже на следующий день вряд ли бы вспомнила, кто такая Ксения Собчак. А комментарии по этой ситуации можно увидеть только на ютубе, и почти все они негативные. Но не дают Собчак нужного внимания. И, наконец, последний пример на первый взгляд неудачной провокации от Ксении. Примерно год назад Стас Костюшкин признался в одном из интервью, что он был жертвой детского сексуального насилия. Для Ксении это хороший инфоповод, которому можно сделать якобы юмористическую отсылку в своей передаче «Осторожно новости». Начнут наркотики нам подкидывать в машины, а потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина. Безусловно, это мало кому может показаться смешным. К тому же, это опять неуместно. Без упоминания певца ничего бы не изменилось. На самом деле, это даже не шутка. Она просто как наимдропнула чувака. Винчивать текст, факт изнасилования кого-то, кого ты знаешь хорошо, есть и низость, и мерзость. А рэпер Тимоти и вовсе назвал Ксению следующими словами. Потому что только животное может глумиться над чужим горем. Ксения ответила на все претензии и нападки в своем стиле, даже не думая об извинениях. Более того, Ксения в этом ответе успела задеть еще и Регину Тодоренко, которая вроде бы тоже была ни при чем. Только немного не рассчитали. Я не Регина Тодоренко, за базаром слежу. И фразу «изнасиловали, как Стаса Костюшкина, попытаться выставить страшным оскорблением у вас не получится». На первый взгляд, это ужасная и нелепая провокация, которую можно назвать провальной. Но, увы, это только на первый взгляд. Если в прошлых примерах Ксения абсолютно ничего не добилась, то в этом случае ей удалось раздуть скандал и привлечь общественное внимание не просто к своей персоне, а к своему каналу и конкретно новостному формату, который менее популярен, чем интервью. Благодаря такому шуму многие зрители заинтересовались и посмотрели этот на возможные остальные выпуски ее программы. И в долгосрочной перспективе конкретно эта провокация забудется среди всех остальных, а вот потенциальные зрители и подписчики останутся на канале. И, хотя эта провокация очень циничная, она все равно привлекает внимание людей и помогает ее медийной карьере. На примере Ксении Собчак мы можем наблюдать, что качественно выполненные провокации способны стать прочным фундаментом популярности. Хотя они привлекают к личности множество негатива, которому адаптировалась Ксения Собчак за все время своей деятельности в медиасфере. В отличие от инстасамки, это не только пустые провокации, эпатаж или постановка для привлечения внимания к себе и своим продуктам. За этими провокацией стоит довольно мощная личность со спорной, но разнообразной деятельностью четкой гражданской позиции. Вам может не нравиться ее стиль, но невозможно отрицать то, что она относительно недавно начала свою деятельность на ютубе и уже стала одним из самых популярных и обсуждаемых интерьеров в стране. Да, Ксения активно использует провокации как метод поддержания популярности, но помимо этого она поднимает важные, по ее мнению, вопросы для общества. И пусть некоторые ее ненавидят, она все же достигает своих целей. Я живу для себя. Мне наплевать на то, что думают люди, которые на меня смотрят, потому что я живу для себя. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Скоро увидимся. Знаете, кровопускание, так же, как и приток новой крови, это всегда полезный процесс. Я попью. Херш, попей. Что, мы так волнуемся, Ксюша, что ли? Да. Вы знаете, я абсолютно убежден в том, что любой человек, который родился или рос, или работал длительное время в нашем городе, никогда этого не забудет. Попей, попей. Херш очень успокаивает. Вы что-то сегодня все пьете и пьете. Я понимаю, что Херш – это вкусный напиток, вкусный напиток. Я тебе не верю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok